Об этом выпуске ты узнаешь, каково быть представителем расы ликанов, историю этой расы, ее особенности и силы, и как они получили такое название, как ликаны. Рад приветствовать тебя в таверне, друг мой! Не мешкай, усаживайся поудобнее. Сегодня мы подаем к столу новое блюдо. Пирожки с волхьей шерстью и жареной хурмой. Потому приятного аппетита! А мы приступаем к сегодняшней истории, посвященной расе ликанов и вселенной Другой Мир. Собственно, ликаны — это вымышленная раса оборотней из серии фильмов Другой Мир, а также сопутствующих книг. Вирус ликан является мутацией изначального вируса Александра Корвинуса. Название расы происходит от термина «ликонтропия», что, собственно, я уверен, ни для кого и не оказалось неожиданностью. По сюжету, более 800 лет назад один из сыновей первого бессмертного Александра Корвинуса по имени Маркус был укушен летучей мышью. Каким-то образом этот укус вызвал мутацию вируса, превратив Маркуса в первого вампира. Приблизительно тогда же его брата-близнеца, Вильгельма, укусил волк, и вирус в его теле мутировал его в первого ликана. В отличие от Маркуса, физиологические изменения которого были не такие уж значительные, Вильгельм одичал и полностью превратился в огромного полуволка. Сбежав от отца и брата, Вильгельм начал уничтожать целые деревни в средневековой Венгрии. Хуже того, тела убитых мутировали в диких ликанов, потомков самого Вильгельма. Когда вампиры под предводительством Маркуса, Виктора и Амилии схватили Вильгельма, ликаны были порабощены своими двоюродными братьями. Прошло много веков, прежде чем ликаны восстали под предводительством Люциана. Ярость и ум Люциана не знали равных, и вампиры его быстро возвели в ранг демона. Кровопролитная война продолжалась несколько веков, прежде чем Виктор узнал о местонахождении цитадели Люциана. Направив на штурм десятки дельцов смерти, Виктор не подозревал, что Люциан был готов отразить любое нападение. Все посланные дельцы смерти были перебиты ордой ликан, кроме одного – Крейвена, который спрятался в суматохе. Обнаружив труса, Люциан предложил Крейвену взаимовыгодную сделку. Крейвен доложит Виктору о гибели Люциана, а Люциан поможет ему обрести власть над обоими шабашами вампиров. Люциан затем ушел в подполье. Никто не подозревал о предательстве Крейвена до конца 20 века. Форма ликантропии Вильгельма является самой примитивной и самой мощной. Его внешность имеет больше схожестей с волками, чем внешностью его потомков. Он также гораздо крупнее других ликанов. Вильгельм является самым диким известным ликаном и не способен опять принять человеческий облик, в отличии от более поздних ликанов. Вильгельм полностью покрыш шерстью. Сейчас же мы упомянем первое поколение этой расы. Эти ликаны были созданы после укуса Вильгельма. Как и Вильгельм, они были полностью дикими, без какого-либо намека на самоконтроль и без способности принять человеческий облик. В отличие от своего создателя, ликаны первого поколения имеют более гуманоидную форму, более короткую морду и незаостренные уши. Они также не имеют сплошного шерстяного покрова. А теперь перейдем ко второму поколению, которое уже куда интереснее и загадочнее. Ликаны этого поколения являются потомками диких ликанов и являются более современным видом. Они не только научились принимать человеческий облик, но и приобрели способность обращаться в оборотня в неполнолуние. Со временем эти ликаны научились становиться оборотнями по желанию. По виду они напоминают ликанов первого поколения, но имеют более короткие морды и наименее волкоподобное обличие. Также, в отличие от своих предков, эти ликаны почти не имеют шерсти. Говоря же о физиологии этих... довольно-таки интересных существ. Как и их двоюродные братья-вампиры, ликаны являются бессмертными. Их физические качества многократно превосходят человеческие, включая скорость, силу и регенеративные способности. Как и следует ожидать, ликаны обладают сверхчутьем. В одном случае, ликан Рейс смог учуять присутствие вампиров вблизи, несмотря на то, что вокруг находились десятки людей. В рукопашном бою, ликан почти всегда победит безоружного вампира. За исключением, разумеется, старших вампиров. Хотя и некоторые ликаны все же предпочитают воевать в человеческом обличии, используя холодное и огнестрельное оружие. Также стоило бы упомянуть и так называемых гибридов, которые также являются расой из той же серии фильмов, а также, разумеется, сопутствующих книг. Но точнее, это не единая раса, а различные смеси вирусов, вампиров и тех самых ликанов, о которых мы сегодня ведем речь. Гибриды имеют гораздо более развитые способности и физическую силу, чем вампиры и сами их прародители те же ликаны. Также гибриды не имеют аллергии ни к серебру, которая, собственно, опасна для ликанов, ни к ультрафиолету, что, разумеется, губительно для вампиров. Убить гибрида довольно сложно во время очередной схватки Маркуса и Майкла возле корабля Святая Елена, базы уборщиков. Родоначальнику вампиров удается пронзить сердце Майкла железной трубой, и тот, по-видимому, умирает. Однако, несколько часов спустя, его сердце регенерирует, и он оживает. Это наводит на мысль, что гибрид может пережить любую рану, если только само тело не уничтожено. Во время финальной битвы Селены и Маркуса, в заброшенном замке Виктора, дельцу смерти удается пронзить голову гибрида его же собственным шипом. Маркус, вопреки ожиданиям, не умирает, и, возможно, смог бы регенерировать эти повреждения, если бы Селена не толкнула его на вращающиеся лопасти вертолета, уничтожившие тело Маркуса. Также, за несколько дней до этого, Селена выстрелила Маркусу в голову практически в упор. Его раны зажили почти мгновенно. Собственно, вот такие вот дела. Надеюсь, тебе было интересно узнать о самих риканах и о таком вот их, как сказать, подвиде, что ли, о гибридах. Если тебе было интересно, то, разумеется, не жадничай и бросай звонкий лайк в копилку нашего замечательного заведения. Это очень помогает развиваться нашему каналу, расти, выпускать больше историй и становиться все интереснее и притягательнее для всех вас, для наших дорогих зрителей, для наших дорогих подписчиков, спонсоров и всех-всех-всех. Ну, а я надеюсь, ты заметил, что в начале этого ролика вам было предложено очень необычное блюдо. Если есть какие-то пожелания и готовы придумать что-то еще такое вот необычное и интересное, что можно будет вставить в начало следующей истории, то обязательно пиши в комментариях. Самый интересный вариант, разумеется, будет озвучен. Ну, а на этом все. Откланиваюсь и прощаюсь до очень-очень-очень скорой встречи в нашем славном и уютном заведении Фэнтези Таверна. Фэнтези Таверна Фэнтези Таверна